Привет интернет, это Выживатор и я продолжаю выживать в игре Insomnia The Ark. Моя текущая задача найти потерянный сигнал. Нужно отправиться в зону D96 и узнать, что случилось с патрульной группой, которая перестала выходить на связь. Нас, видимо, настолько начали уважать после того, как мы успешно завершили предыдущую миссию, что в одиночку отправляют как Супертерминатора, как Спайдермена, спасать группу, которая потерялась. Вот как в нас верят. Нужно сейчас найти эту зону. Вот, станция D96. Но пойдем мы туда через резервацию. Я хочу попробовать поторговать. И пока мы туда идем, я расскажу кое о чем. Оказывается, вот те вещи, та броня, которую я нашел в соседнем ящике от своего, это был бонусный контент от Deluxe издания игры. Он мне достался, так как я приобрел игру в первые пару недель, ну, вернее, благодаря тому, что мне подарили игру в первые пару недель после выхода. Я успел скачать артбук, саундтрек, прекрасный. Мне все это нравится. Не успел, правда, скачать комикс этой игры, к сожалению, что-то... Потому что он немножко позже подоспел, и я про него совсем забыл. И теперь у меня его нет. О, жаль, наш любимый торговец ушел. Надо будет с ним его где-нибудь еще поискать. Так вот, та броня никому не принадлежала, она была специально для нас. Просто это делюксовая броня из издания Deluxe максимального. Просто меня немного удивляет то, что эта броня была хуже, чем та броня, которая у меня на старте была. От моего, ну, моя классовая броня. То есть у нее были показатели на порядок хуже, а рюкзак вообще не давал никаких бонусов. Это было странно, поэтому я все это нафиг продал. И, честно говоря, удивлен был, что это... Когда узнал, что это было именно... Это бонусы были такие. Но это нормально, потому что вообще-то ты не должен играть так, чтобы покупать себе преимущества. Ну, дали и дали прекрасно. Дизайн приятный. Я бы дал это какому-нибудь своему помощнику, если бы он у меня был. А он у меня, наверное, будет. Но я кое-что из этого все-таки сохранил. Поэтому можно по этому поводу не беспокоиться. Сейчас я сделаю пару патронов. Попробую поговорить с Возником. Может быть, он мне еще чего-нибудь отсыпет немножко. Вот, знаешь, до сих пор странно. Сегодня было обновление. У меня стим что-то подкачал там. Но до сих пор не решили проблему с локализацией, ребятам. Это как-то очень печально, я бы сказал. Блин, что за деньги такие? Почему так дорого? Ну, бог с тобой. Ладно. Наверное. Жадина ты, Возник. Твой прототип не был таким жадным. Серьезно. Ну и что? Ой! Подожди, а почему я не могу? Создать. Так, ну-ка. Почему я не могу увеличить? Что за бредятина? Ну-ка, создать. А, пороха теперь не хватает. Окей, ладно. Не будем тогда тратить время. Побежали отсюда. Я не буду так же и лечиться там. Мне-то не так уж и нужно, я думаю. Погнали в ту зону. Я бы еще хотел, конечно, вернуться как можно скорее на площадь славы и в зону B27. Хотел бы попасть, но не факт, что это хорошая идея. Потому что зона B27 очень опасная, как говорят, по крайней мере. Там будет полный беспредел. Я бы хотел немножко подготовиться к этому посещению. Немножко прокачаться, немного оружия, броню, может быть, там какую-то прокачать. Последователи Беокера пытаются вступить во взаимодействие с Сомнией, употребляя ВОСК. Психоделический препарат на основе Криомы. Криомы это такая трава местная, мутировавшая. Так, оп-оп-оп. Чуваки, вроде как, сейчас надо понять, они агрессивные или не агрессивные. Солдат-тиранк. Нет, это наши ребята. Опа! Глюки опять у нас какие-то. Завидев вас, сержант-тиранк незаметно снимает винтовку с предохранителя. Мы помним мертвое небо. Что здесь происходит? Мы помним взвод номер 19, 47-я оперативная рота, сержант Сигизур. Ожидаем разведывательную группу. Взвод номер 23, 52-я оперативная рота. Прибыл выяснить, почему ваша группа перестала выходить на связь. Оглянувшись на своих людей, сержант кивает и возвращает предохранитель в прежнее положение. Наш взвод патрулировал соседнюю зону, и мы заметили странную активность охранных систем. Под странной активностью я имею ввиду, что они начали атаковать нас. Взвод разделился. Секонд лейтенант Даррелл с группой отправился вперед, чтобы выяснить причину сбоя систем. А мне было приказано забрать раненых и вернуться, чтобы вызвать подкрепление. Наладить связь, как ты понимаешь, нам так и не удалось. А идти дальше мы не можем. Не позволяет состоянию моих людей. Как по-твоему, что здесь случилось? Я думаю, их перепрограммировали просто. Честно говоря, нам не нравится то, что здесь происходит. Отсутствие связи, взломы охранных систем. Такая работа местному отребью не по зубам. Есть идеи, что делать дальше? Нужно найти группу Даррелла. Но мы не способны продолжать поиски. Я мог бы вернуться и вызвать подкрепление. Я попробую разыскать Даррелла. Ну смотри-ка, давай скажем, я могу вернуться и вызвать подкрепление. Это ничего не решит. Помощь придет не скоро. Если у Даррелла проблема, то действовать нужно сейчас. Хорошо, я попробую разыскать Даррелла. Сержант бросает взгляд на ваш нагрудный знак. КЗ-012. Это может быть опасно. Мне некого дать тебе помощь. Там в ящике для снаряжения осталось кое-что из боеприпасов. Это все, чем я могу помочь. Этого недостаточно. Постарайтесь связаться с базой, а я пойду вперед. Да, эти ребятки ранены. Их атаковала... Это система безопасности. Я тоже буду аккуратнее. Где там ящик, о котором он говорил, я не понимаю. Где ящик, приятель? Так, осматривает солдаты тиранг. Железные пластины. Окей. Так, вот ящик, нет? Нет, это не ящик. Вон, может быть... А, наверное, вон там ящик. Оп-оп-оп. Это что такое? Смотри, опять глюки какие-то. То ли глюки, то ли... То ли... Так, устройство микросхем. Давай изучим. Книга из научно-технической серии схемы и рецепта. Серия выпускается издательством Ордината. Читай. Если я правильно понимаю, то, наверное, наверное, я должен немножко прокачаться в плане техники. Но нет, как будто бы нет. А, хотя, фиг знает. Механика. Да нет, вот ремонт, может быть, чуть-чуть прокачал. Я не знаю. Так, вот он, родной контейнер. Тут биостимы, граната. Что за граната? Фугасная граната. Направленное действие. Предназначается для борьбы с бронированными целями. И патроны... Мать его, для ружья. Которые я выложил. Угу. Всё, берём. Но у меня всё равно ружьё же было сильно покоцанное, поэтому... У меня очень дорого бы обошёлся ремонт этого оружия. Поэтому я не буду сильно беспокоиться по этому поводу. Так, что у нас вообще есть против этих ребят? Я беру прострельную книгу, которая даёт защиту. У меня есть граната. Есть такие осколочные гранаты. Да и, в общем-то, всё. Да, не слабо. Так, я постараюсь, наверное, как-то к ним подкрасться. Если это возможно. Так, охранный бот. Окей. Будем подкрадываться поначалу. Так, вот эти штуки взрываются. Пока есть возможность, берём... Осматриваем гетеро. Так, вот это вот что-то... Это агрессивное? Нет, это ремонтный робот. Прекрасно. Этот улетел. Вон там ещё один такой же. Так, быстренько посмотрим. Ага, сюда летит. Окей. Вот я сейчас, он обратно полетит. Я за ним. Попробую подкрасться. И его прикончить. Опа! Бежим, бежим, бежим. Нифига себе. Вот это да. Вот это круто. Ха-ха-ха. Так, окей. Срочно принимаем лекарства. Бдыщ. Эх. Ещё лекарства. Меха. Эх. 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 отлично так перезаряжаемся блин неожиданно если бы я знал что такая фигня будет конечно не подкрадывался и как это найти вообще как я мог об этом узнать интерес он еще одна стреляет так ну давай что попробуем еще выпьем лекарства так не любите сдачу получать да да блин что такое вот он стоит за этой каменюка я не могу вот вот он прошел теперь я попадаю окей так давай-ка а сохранить нельзя ну а отлично все-таки хорошо что я стрелка выбрал а еще было кстати возможность вот эту штуку наверно сорвать об я блин из не заметил так вон там еще один летает гад ой заклинило оружие а нет кончились патроны так перезаряжаемся ну нормально нормально я не жалуюсь пока даже прикольно надо просто иметь ввиду что вот по этим штукам лучше все-таки стрелять а не смотреть на них так берем эту турельку то что я бы мог наверное сэкономить кучу патронов сколько у меня там их 43 штуки тут у нас что давай сохранюсь пожалуй так это что такое как-то батареи для энергетического оружия вам пригодятся надеюсь что у меня когда-нибудь такие будут на лицо кстати стоило того однозначно стоило тут нашел набор инструментов который мне поможет проще взламывать замки и так далее требуется мошенник 2 только ты прокачиваешь мошенника до 1 требуется 2 ну нормально так надо так вам и надо как говорится так там он еще скорее всего турелька да я вот не понимаю тут так посмотрим это ремонтный бот он агрессивный да вот это не агрессивный этот кстати никуда не торопится поэтому смысла сидеть ждать нет давай-ка стрельным по нему опа а это смотри еще и ломится камень смотри гад теперь давай возьмем оп 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 а так держи что там в те сломалась ну-ка ну-ка надо посмотреть а у тебя вот передохранитель сгорел ты поэтому наверное такой злой стал так тут еще куча всякого металлолома надеюсь что все мне это хоть как-то пригодится не знаю ай будем скрытности ходить так контейнер открыть замок здесь какой-то замок у меня блин отмычек нет ё-моё мне моя вот это мой навык мошенника совершенно не помогает потому что у меня нет отмычек и это печально и сделать я их не могу рецепта нет их надо покупать я мне надо купить и где-то так вот здесь похоже будет что-то серьезное там как будто о попу точно блин у тебя никак не взорвать же да по-быстрому надо как-то с ними расправляться так сначала перезарядимся так попадаем хотя бы и то хорошо блин он меня в упор расстрелял вашу мать так нет как нет 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 не кидай ничего так 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 как и это так так и еще тебя только не хватало так стоять перезаряжаемся я не понимаю вас вы тут бесконечные что ли ладно этот хотя бы блины здесь была прикинь вот но я ее не видел блин как она так лежала черт столько патронов я потратил на этого года у меня уже сколько там патронов то остается 30 штук так ладно пока туда не пойдем давай ка посмотрим что тут у нас есть а может быть так и надо кстати может быть туда и не надо было но нет нет оба а ты чё блин тут творишь ну-ка на конс прячемся прячемся но может быть не его загасить по нам попробовать вот так а так нет не могу потому что нет нет такой опции ну-ка я будем по подобщине то что он за это стоит нет поля не попадает он сволочь ах скотины тут конечно с препятствиями беда вообще беда конкретно ах ты мать вашу главное то ты панчи из них попадая что-то чистить не попадаешь так ну давай попробуем какая-то там какой там секта был второй и третий нет 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 третий был собиратели пепли пепла последователи староверской религии каргу пантеон каргу он включал себя древних богов которые воспринимать как китанические силы так ну что где там аганок немножко назад откатился айси соберем теперь по крайней мере сэкономлю немножко наверно на лечение попробую тут все собираем вот в этой игре но есть одна небольшая такая проблемка проблемка заключается в том что ты сказать так так ну это нормально а папа ха 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 так сейчас прячься прячься да блин беги давай эй нет нет не так нет не так вот папа проблема тут в том что очень проблемой очень неудобно целиться к сожалению но не как неудобно работать с укрытиями и никогда не знаешь это укрытие прикрыл прикроет тебя или нет а через это укрытие можно стрелять или нет ты всегда рискуешь рискуешь тем что ты потратишь патрон пустую и выстрелишь в укрытие это неправильно серьезно так у меня уже немного повреждено оружие могу ли я его наладить так как там это делается там фиг знает ну давай сохранимся в четвертом слоте так а так это смотри нет не было тут никакого вот контейнер взрывающуюся нифига это не взрывающаяся антенна это вот этот долбаный 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 эта турелька сейчас я не попал почему не попал потому что он какой-то я не знаю почему не попал что это за бред с укрытиями здесь беда конечно еще конкретно да блин ну почему он не попадает ай спрячься ну почему он не попадает ну наконец то блин вот и все так ладно а я то думал сначала что это вот контейнер по которому можно стрелять мне так кажется все нормально все было правильно так что тут у нас дальше там геттеров убивают почем зря робота и кто-то перепрограммировал для того чтобы захватить контроль в секторе видимо для какой-то своей цели жаль мне только ружье и ну винтовка вернее и я не могу ее каким-то образом починить она уже вон наполовину износилась так давай-ка а может быть я ее долбану вот так вот и все отходим так все да отлично рукопашку проще все-таки как с ними справляться главное добежать так терминал охраны требуется компьютеры продвинутый уровень вот так то есть я бы наверное если был хакером причем прокачанным до второго уровня наверно я бы здесь перфа карты эти подключил все бы запустил так далее и спокойно бы наверное пошел а тут мне приходится сейчас воевать с ними причем воевать наверное за один заход потому что я так вот вот так отлично и главное просто не давать им стрелять уходим 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 быстро уходим так ой нет 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 не гранату не гранату прячься вкали себе быстрее что-нибудь быстрее так все отлично а ну ладно добрались по крайней мере убежали это он ремонтный бот агрессивный окей он еще кто-то там еще и стреляет еще немного себе в калли давай лечение здесь у меня конечно вообще не эффективная но это еще связано с тем что я не доктор ни разу ого рецепт smd патронов сразу изучим что потом не забыть читать так сохранится можно можно отлично а то я тут таких делов тут натворил жаль что я очень дорогие steam паки использовали о короткий меч так давай-ка отойдем сюда и посмотрим чем короткий меч отличается от моего но он он ничем не отличается в общем-то особо так что тут на вот здесь турелька там эти чертова роботы в общем как мы поступим сейчас я попробую в них издалека пострелять так прячемся и же бежим-бежим-бежим берем оружие и пошли нормально вон у меня одно умение появилось отлично так это чё ты стрелок вот и все так все теперь перезаряжаемся и идем сюда насчет умения я пока не знаю что мне лучше использовать я не знаю что будет здесь дальше поэтому возможно мне лучше пока не использовать это очко навыка и посмотреть например если я вдруг наткнусь на какую-нибудь продвинутую механику я смогу ее прокачать вот но пока снова сохраняемся уж к сожалению у меня уже очень мало патронов остается и перспективы не очень радостные еще вот я хочу что сказать что добавить по поводу этой игры у нее еще есть такая проблема ее нельзя пройти например по стелсу ну вот сейчас вот например нет как бы может быть и не можно как-то но нужно прям конкретно под это нами прокачиваться потому что вот я иду и по пути так много врагов что ты должен их уничтожать ты должен с ними справляться хочешь ты того или нет независимо от то и желание при этом твои навыки могут как-то повлиять на то как ты будешь ее проходить но ты в любом случае должен сделать то что было задумано авторами ну понятно то есть это это линейный мир довольно таки это не очень хорошо так теперь надо бы как-то вот попробовать как же мне пройти мимо этой турельки то причем есть папа попка прячемся оружие закрыли ну вот она уже изнасиловал бежим 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 роботу достался прикольно это легкая турель легкая турель меня разбирают конечно конкретно несмотря на то что у меня даже какие-то показатели брони есть 15 какие-то защита от стрельбы там подобное все мне никак не помогает так посмотрим куда там дальше можно пойти патронов у меня уже мало ребята так это похоже наша группа так кого я тут вижу там он этот товарищ давай насчет делаем пока переключимся вот на щит посмотрим надеюсь есть патроны здесь винтовка интересно чем она отличается от моей у нее немного больше урон интересно и у нее лучше бронебойность между прочим это интересно слушай я думал что у меня крутая винтовка заклинивание 10 процентов заклинивание 0 ну ладно давай тогда пока перекликнуть о не нет нет все вот это все берем переключаем пока будем использовать вот эту винтовку потому что я изнасиловал уже опа ну да это не глюк никакой конечно а вот это тоже глюк ребятки я тоже взлетел судя по всему вот эти поезда немного похожи на поезда из халпла который перевозили жертв так опять мать вашу взлом замка нужен контейнеры тут приходится надо с аптечками запасаться даже без этого мой навык ничего не стоит у меня армейский пистолет отлично таком я могу кстати пистолет использовать вместе со щитом могу могу но мне придется так как бы на период его переключаться а а я вот 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 здесь видимо это наши ребят поэтому игра не дает на них нападать приятель давай вы приближаетесь к человеку которого поначалу приняли за мертвого тяжело дыша он с видимым усилием поворачивает к вам голову я я здесь все в порядке я здесь больше я эй солдат у меня слышишь что случилось солдат дышит все чаще его глаза заливает под собой больше я никуда я не силы больше бороться со свинцовой тяжестью век солдат закрывать глаза и откидывает голову на мешок с песком его сухие губы некоторое время продолжают просудорожено глотать воздух но вскоре замирают и они отойти что это за проповедь или что их жаль не могу я с него броньку снять и не могу я вот эту пушечку взять замечательно который а это нет не пушечка это как это это радио ой какой поиск красивый блин прикольно так ну что тут у нас интересного а глюки несут как будто бы какая-то привидение или что это все немножко похоже на метро когда ты идешь так бой тут не доступен когда ты идешь по метро и там души какие-то забудше так перегрузка говорит контейнер открываем 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 посмотрим что можно выбросить например не хочется конечно выбрасывать ничего о отмычка появился слушай подожди ка я могу выйти не вот мать вашу отмычку дали как раз тогда когда уже не могу вернуться и открыть давай что тут у нас интересно ухты интересно обезвредить написано что это значит обезвредить ты такое что это за фигня я что-то обезвредил знает что я волшебник мать вашу опа ну-ка 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 ой и все это все вот так что для работает так ладно окей обезвреживаем вот это не довольно неожиданная фигня ну как бы мы же не не волшебники никакие правильно почему я все могу это обезвреживать чем это надо обезвредить чтобы он она там летает зачем-то то есть ты туда не дойдешь без этого она видимо возможно я чего-то не помню о себе так листика какая-то да я тоже надо обезвредить да может быть за них хотя бы этого поддают готов это хлеб как говорится то весь закрыта ладно ну теперь давай сохранимся я всех обезвредил пойду дальше оружие здесь нельзя использовать давай обезвреживать это кстати очень похоже на то место в котором я тогда был когда был в лимбе разрыв войти и вот это все так же я вошел может быть я сейчас в лимбе попаду и полномать так гавай поговорить вы чувствуете как как вас спокойно и решительно обшаривают пустые белые зрачки что происходит где я не бойся полной долине ты не встретишь глаз которые смогут причинить тебе вред кто ты ты не ошибешься если сравнишь меня с любым из отраж этих отражений гвайдору я помню это имя что это за место ты прошел через разрыв и оказался в одном из потоков сомнии бездомная река искаженная когда-то сгнившая бездомные для теней вроде меня это застенок который мы заслуживаем согласно нашей природе но для тех кто на поверхности это в грибная яма в которой кипит потерявшие терпение стихия разрыв что это когда лезвие пронзает плоть боль расцветает тысячами лепестков но здесь зрело долгие годы она смогла пустить корни во много потоков про породив кровоточащую рано удивительно ты все еще находишься в ясном уме бессонный неужели ты и правду справишься у нас мало временем ты скоро лишишься последних сил девушка по имени тель она причина того что случилось разрыв растет и остановить это может только она найди ее постой гвайдора могу я задать несколько девушка расскажи мне про нее так я чувствую что не протянулись позвольте задам несколько вопросов у меня у тебя мало времени бессонный ты назвал меня бессонным что это значит люди с поверхности попадают в потоке сомни лишь благодаря вмешательству они возвращаются не подозревая о том что где-то побывали но бессонные способны просыпаться пребывая здесь на свой дар они платят высокую цену о чем ты говоришь дар обнаженного восприятия забирает все силы обладающий им уничтожает либо самого себя либо все вокруг опасный дар таким как ты не позволяют долго находиться на свободе так уничтожать либо самого себя либо все круто расскажи мне о бездомной руке реке это один из потоков солны искаженный когда-то сгнивший для теней вроде меня это за всем так это мы уже обсуждаем для тех кто разрыв растет к чему это приведет все кто обитают на поверхности окажутся среди теней бессонные продержится дольше других но и они заснут что-то называешь поверхностью место откуда ты явился застывший мир разрыв что это когда лезвие пронзает плоть боль расцветает тысячами лепестков но здесь боль взрела долгие годы она смогла опустить корни во много потоков породив кровоточащую рану сомния потоки рождаются сплетаются высыхают необъятное множество все эти тени кто они в сомнии бродит много теней но те кто проникли сюда минуя установленный порядок заплатят высокую цену я говорю о человеческих отражениях плоть становится залой но отражения остаются здесь полы и тихие и сухие крысы в груди стекла и жести поговорим о другом скоро твои силы истят иссякнут мы должны торопиться ты не ошибешься если так отражение гвайдора ладно девушка расскажи мне про нее что ты хочешь знать кто она она была такой же как и ты бессонный но ее недуг был намного тяжелее где ее искать она в сомни тебе придется найти нужный поток почему я должен тебе доверять к счастью или к сожалению выбор за тобой я не смогу повлиять на то что происходит я всего лишь отражение но я могу указывать дорогу скоро твои силы иссякнут я чувствую что не протяну здесь долго мне нужно покинуть это место пока тебе удается сопротивляться но твоих сил уже не хватит чтобы вернуться обратно тебе не обойтись без моей помощи но зачем тебе помогать мне воспоминания поверхности они заставляют меня выйти из привычного забытья твое время на исходе береги себя от тебя многое зависит а теперь иди иди идем идем идю я идю вот такие вот тут грибочки галлюциногенные на официальной карты нанесено чуть больше половины просит площадей объекта 6 почему кстати говоря так почему чуть больше половины потому что скорее всего они где-то потеряли не было у них возможности наверное нормальные чертежи получить все было было апокалипсис наверное сами рисовали что-то на сами искали изучали станции не полностью не было доступа к чертежам и так очень интересно смотри ка вау что происходит опять мы в какой-то больничке непонятный скорее всего те ребятки нас спасли ваш недоумевающий вид заставляет доктора аренды на широко улыбнуться он поднимает инъектор в знак приветствия я тоже рад вас видеть кз 0012 тихо не двигайтесь я должен привести вас порядок кто-нибудь объяснит мне какого хрена здесь происходит я собираюсь купировать ваш сомнический психоз а вот что именно с вами происходит нам лишь предстоит разобраться кому нам подробности вы узнаете от более компетентного человека чуть позже никаких мистификаций просто сейчас есть более актуальные дела если информация о том что вы были в аномальной зоне дошла до комитета сюда уже направляется учтивые люди форме они проводят вас ближайшему строк аппарату а с таким сомническим фоном вы выдадите себя с потрохами то это все все значит что за спу шприц такой уберите ваш шприц почему он должен чем уберите ваш шприц вы совершаете ошибку но я не могу вас принуждать если чувствуете себя хуже сможете найти меня здесь отлично теперь объясните кто вы что здесь происходит рядом коротко кивает мне придется начать издалека вы привлекли к себе внимание еще в адаптационном отделении отчет выглядел крайне занимательно любого специалиста который способен читать нейрограммы наймака наймарка ваша судьба была решена еще до того как вы пришли в себя но вам очень повезло что рядом оказались нужные люди вам удалось нам удалось вытащить ваш меня зовут редан гражданский номер к 8022 на кого я работаю узнаете позже видимо мне нужно приготовиться к остросюжетной истории цифры на ваши нашивки странным образом сразу внушают так видимо мне нужно приготовиться к истории давай на время отключим энергетические щиты нашего скепсиса и я расскажу как вы здесь оказались что же я слушаю без малого 8 лет я отдал карьере в лимбе этом грандиозном хранилище человеческих сновидений за это время я не одну сотню раз подписывал анамнезы с диагнозом нгпа официально превращать человека в соумника если компенсировать мой опыт могу сказать вот что соумника в последней стадии давно довольно сложно классифицировать их сознание уже непоправимо нарушена кто-то пускает слюни а кто-то может неделями не открывать глаза и разговаривать на неизвестном языке но в одном они одинаковы их уже не вытащить несколько раз я встречал пациентов которые светились с амническим фоном как полонии вы стержень альфа частицами но увиденное дело она удивительное дело когнитивная и социальной функции у таких больных оставались ненарушенными а явных мутаций не возникало то есть болезнь определенно была а вот ее симптомы будто бы и не было разумеется это вызывало интерес только вот как следует разобраться в этом вопросе не мнение моим старшим коллегам странным образом не удавалось благодаря кое каким связям я поднимал личные дела подобных пациентов я быстро уловил кое-что общее как он любит разговаривать рассказывать издалека в скором времени после диагностирования сомнического иммунитета они переводились в карантинный корпус закрытое отделение для безнадежных соумников спустя некоторое время в деле появлялась запись смерть от нгп а я посещал карантинный корпус всего один раз там не самая благоприятная обстановка можете мне поверить людей со стороны туда пускают крайне неохотно но зато в карантинном корпусе часто видит сотрудников особого отдела как это относится ко мне не догадываетесь вам удалось перерыв пережить взрыв в лимбе все кто попал в зону поражения либо мертвы либо были направлены в карантинный корпус мало того уже через несколько недель вам удается выйти живым из аномальной зоны где другие получают смертельные повреждения вы не представляете каких трудов нам стоило вытащить вас из адаптационного корпуса и не вызвать подозрений удивительно что вам удается скрывать свои приступы а мне повезло как я посмотрю по иронии судьбы ваш недуг дважды спас вам жизнь простите мне мою ненаучную ремарку но кто знает в какую сторону ведет вас ваше предназначение а теперь давайте начистоту зачем вы меня вытащить наша специальная группа работает над тем чтобы раскрыть истинные обстоятельства инцидента в небе и к подожди-ка подожди-ка минутку некоторое отступление мое личное вот вы нашли какого-то редкого человека который чудом спас из лимбы во время взрыва когда все умерли и первое что вы делаете это вы отправляете его на войну и посмотреть выживет ли он или нет да его же изучать надо его не надо никуда отправлять он очень ценным наверное является для исследований странно но продолжим наша специальная группа работает над тем чтобы раскрыть истинные обстоятельства инцидента в лимбе у нас есть основное основание полагать что эта история не так проста как может показаться и что к этому причастен комитет у нас докопилось слишком много вопросов первую очередь мы рассчитываем что вы поможете разобраться в природе аномалии ваш недуг как мы предполагаем имеет ту же природу по всей видимости сомни еще более сложное явление чем считала официальная наука и кажется что кто-то наверху уже давно об этом догадался думаю вы понимаете чем обусловлена наша конспирация любое сомнение правильности правительственного курса ведет в застенки комитета скоро вы узнаете больше а сейчас на вам нужно доложить капитану рибелью хорошо совсем понятно по поводу от этой инъекции что это за инъекции зачем не ее хотели сделать почему я он так легко дал ее не делать на кулер посмотрим что там и то так и радио включен так и что-то новое есть не дар сами скажет нет все больше никто со мной не хочется разговаривать ну ладно так сохраняемся а у меня поэт пожалуй на этом все вот это поворот как говорится неожиданно неожиданная вот встречи в этой сфере и вообще еще больше вопросов сейчас появляется по поводу этой сомнии по поводу болезни и странное поведение этого доктора думаю что у нас возникнут скоро проблемы наверно с комитетом и нас будут подозревать может быть даже мы посетим карантинный корпус кто знает когда посмотрим что у нас по навыкам пачкам умений над подумать что здесь прокачать и наконец ну не так плохо что мы по крайней мере здесь оказались без всяких там без всяких особых проблем и перемещений хотя мне очень не хватало отмычек я бы очень хотел прошерстить ту зону еще раз по вскрывать там контейнер все-таки раз уж умение такое у меня есть ну а у меня на этом все а еще до добавлю пожалуй такой момент что вот странно много то что они такого избранного человека отправляют на верную смерть рисковать странное испытание но ну скажем так это наверно какие-то геймплейные особенности по-другому наверно как-то сложнее было вот но бог с ним бог с ним ладно у меня на этом все если понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал на кураторскую страничку в steam там я пишу обзоры и до встречи в следующем видео пока